Спасибо. Дон Георгиевич, присядьте, пожалуйста. Хочу передать слово Евгению Григорьевичу Ясину. Пожалуйста, Евгению Григорьевичу. Дорогие коллеги, спасибо большое за возможность выступить на заседании правительства. Я с большим интересом познакомился с материалами и должен сказать, прежде всего, что основная тональность этих материалов представляется мне весьма положительной. Прежде всего, я бы хотел обратить внимание и согласиться с предложением о замораживании тарифов в качестве краткосрочной меры, которая уделена вниманию в предложениях Министерства экономического развития. Я считаю, что эта мера вполне оправдана. Затем, к сожалению, есть целый ряд моментов, которые вызывают большую настороженность, прежде всего, с точки зрения реализуемости тех предложений, которые уносят, по-моему, неоправданно оптимистический характер. Во-первых, трехпроцентные темпы экономического роста на все три года, учитывая падающую тенденцию в этом году, которая, в общем-то, почти никем не была предсказана. Но она ведь не окончится. Те тенденции, которые имеются в экономике, они еще будут работать. Я просил бы внимания моих коллег обратить, ну, больше внимания обратить к этим вопросам. И, так сказать, я бы сказал так, перед нами период, в котором будут требоваться серьезные глубокие перемены. Эти глубокие перемены не дадут эффекта сразу. Если вы завтра хотите увидеть темпы роста 3%, то надо понимать, что тогда в этих темпах эти капитальные меры, которые касаются изменения инвестиционного климата и многих других вещей, еще не смогут сказаться. Поэтому как-то мне бы хотелось, чтобы была более трезвая оценка ситуации. И мне кажется, что нужен более масштабный подход к изменению, так сказать, тех перемен, которые должны происходить в стране. Мы как магические формулы говорим о ситуациональных изменениях, реформах и так далее и тому подобное. Но из того, что делается и из того, что мы потом как бы планируем, я как бы не сказал, не ожидал бы таких больших и существенных изменений. Поэтому мне кажется, что пришла пора, когда нам над этим нужно серьезно подумать и над институциональными реформами, и затем и над тем, чтобы проводить бюджетную реформу, которая отражала бы те изменения, которые будут происходить у нас в институциональной сфере. Ну, если они будут происходить. Я также хочу сказать, что экспертный совет, от имени которого я выступаю, готов принимать посильное участие и подготовить предложение по поводу тех пунктов, по которым я лично испытываю определенную тревогу и неудовлетворенность. Спасибо. Спасибо, Евгений Григорьевич. Теперь коллеги по правительству я приглашаю принять участие в обсуждении. Пожалуйста, давайте Эльвирсик задал. Пожалуйста. Первое. Оценка Центрального банка по основным показателям экономического роста более консервативна, чем в основном варианте именно эконом-развития. Мы считаем, что основной вариант прогноза именно эконом-развития достаточно оптимистичный. И первая причина, безусловно, то, что в неявном виде предполагается мгновенный перенос решений по институциональным, структурным элементам на экономический рост. И, на наш взгляд, завышена динамика инвестиций в условиях снижения прибыли частных компаний, в условиях, которые заложены в прогноз по снижению цены на нефть. То есть, на наш взгляд, динамика инвестиций завышена. Безусловно, если цены на нефть будут выше, напомню, что в основном варианте прогноза предполагается некоторых снижений по сравнению с нынешним уровнем, наверное, такую динамику будет возможно обеспечить. Это первое. Второе. Сегодня прозвучавшее предложение о уровне индексации тарифов на ЖКХ серьезно повлияет и на политику Центрального банка по снижению инфляции. До этого мы исходили из того, что тарифы на услуги ЖКХ для населения в том числе будут в 2014 году заморожены. Исходя из этого делали оценки в 4,5% инфляции. На наш взгляд, решение правительства об индексации вместо заморозки будет стоить около 0,5% дополнительных пунктов инфляции. Не 0,2%, а около 0,5%. И при этом тот коэффициент, который предлагается, он достаточно высокий, понижающий коэффициент. То есть на 30% ниже инфляции не планируемой, снижаемой, а фактической. То есть на 2014 год это будет означать где-то индексацию для населения 4,2%. Хотела бы предложить все-таки вернуться к обсуждению этого решения по индексации цены тарифов ЖКХ для населения. Исходя из того, что это влияет и на инфляцию, по просам последним услуги на ЖКХ и инфляция являются ключевыми проблемами для населения. А так они получат и прирост дополнительной инфляции, и прирост услуг на ЖКХ. При этом у нас такие все-таки возможности, на мой взгляд, есть. Если посмотреть на динамику прироста цен на услуги ЖКХ с 2006 года, это была опережающая где-то в два раза динамика по 18-19% в год. В общем, финансовые ресурсы в этот сектор поступали. Основное, что там требуется, такое же повышение эффективности и такая же работа с издержками, как предлагается и для бизнеса. Поэтому предлагаю вернуться к этому вопросу, потому что нам все-таки нужно обеспечивать снижение, более серьезное снижение темпов инфляции. Это в конечном счете сказывается и на процентных ставках по кредитам, и на тех же издержках компаний. И просьба также к коллегам из правительства посмотреть на то, чтобы в прогнозе мы не указывали специально динамику валютного курса. Если мы к 2015 году переходим к инфляционному таргетированию, это означает, что мы не должны задавать в управленческих решениях некую динамику курса. Тем более на курс влияют разнонаправленные факторы. И было бы правильным на будущее зафиксировать номинальный курс или реально эффективный курс, который сложился к настоящему времени. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу задать два вопроса на самом деле. Первый вопрос такой. Кому? Не слишком высокие темпы. Кому вопрос? У нас тут много. Докладчикам. А? Докладчикам. Понятно. И первый, второй. Значит, вот не слишком высокие темпы экономического роста в значительной степени, как было сказано, определяются как бы чрезмерной зависимостью от конъюнктуры на внешних рынках. При этом, естественно, уход от этой ориентации предполагает развитие своих исследований и переходу к новой экономике, основанной на знаниях. И как бы предполагается при этом опережающая, по логике, опережающая развитие фундаментальных исследований. Тем не менее, вот эта таблица, которая есть здесь на столе, она показывает, что при росте ВВП 3% в течение 2014, 2015 и 2016 годов подраздел фундаментальных исследований сокращается в 2014 году на 7%. В 2015 растет на 6%, а потом в 2016 году уменьшается до 17%. Это очень тревожная вещь, это такая тенденция не очень веселая. Второй вопрос у меня очень тоже, значит, короткий. Было сказано, что было упомянута реформа Академии наук. По-моему, Антон Генрич, вы сказали. Я хотел бы понять с точки зрения бюджета, это знак эффекта в ритуате реформы. Она должна дать прибавок к бюджету или, наоборот, потребует затрат на проведение этой реформы. В первом варианте проекта закона о реформе было сказано, что реформа обойдется нам полмиллиарда рублей. И это в основном выплаты Академикам и Черенкорам. Сейчас ситуация изменилась довольно сильно, и я хотел бы понять. Мы деньги будем вкладывать в реформу или от нее ожидаем получения? И в каком объеме? Спасибо. Спасибо. Я предлагаю, исходя из сути вопросов, насколько я их понял, на первый вопрос ответить министр экономического развития, а на второй министр финансов. Пожалуйста. Спасибо. Действительно, инновационное развитие – это мощный драйвер экономического роста. И в наших прогнозах учтены механизмы создания научного продукта, его коммерциализации, которые мы собираемся реализовывать через, с одной стороны, субсидирование соответствующей деятельности, через субсидирование процентных ставок и так далее, а с другой стороны, через создание инфраструктур, в том числе и в регионах. Это технопарки, бизнес-инкубаторы, это территориальные инновационные кластеры. Мы будем поддерживать это через особые экономические зоны и в обычном порядке. И вот с точки зрения эффекта на среднесрочный экономический рост, мне представляется, что это довольно действенный механизм. Влияние фундаментальных исследований, оно, конечно, более долгосрочное и более опосредованное. Безусловно, в конечном итоге оно будет, но его очень трудно учесть в среднесрочном прогнозе. Поэтому максимум здесь усилия было на механизмы скорейшего доведения научного результата для его коммерческого использования в экономике. А можно я еще скажу по поводу инфляции? Вот то, что Эльвира Сахизадна сказала. Я боюсь, Эльвира Сахизадна обратила внимание на изменения условий по 2014 году, но не обратил внимания на 2015-2016. Формула инфляции «минус» будет означать для 2015-2016 года значительно меньший темп индексации тарифов для населения, чем это предполагалось прежде. Поэтому по совокупности трех лет инфляционная нагрузка будет не увеличиваться в этом смысле, а уменьшаться. Она просто будет более плавно распределена по годам трехлетки. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Антон Германович. Спасибо. Я хочу сказать, что материальное обеспечение деятельности Российской Академии наук у нас в бюджете учтено в полном объеме с учетом тех задач, которые ставят из реформы. Но когда мы говорим о реформировании Академии, то мы ожидаем повышения эффективности тех средств, которые выделяются Академии на исследования, научные исследования, прикладные исследования и те исследования, которые Академия проводит. Поэтому тратим денег много, по сути дела, а эффекту тоже хочется побольше. Поэтому задача как раз Академии наук стоит в том, чтобы те ресурсы, которые государство тратит на научные исследования, приносили больше результата, как прикладного, так и научного. Спасибо.